В прямом эфире телеканал ПС, новый информационный блог ПСИнформ. Телефон редакции 639 717. Звоните и обсуждайте, делитесь своими впечатлениями о теме. Тема у нас нашего разговора «Доступное образование». И на данный момент я приглашаю, передаю слово нашей сегодняшней гости Татьяне Александровне Сметаниной. Это директор детской школы искусства номер 5 РАПСОДИЯ, заслуженный работник Российской Федерации. Татьяна Александровна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Александровна, сегодня мы с вами поговорим о доступности дополнительного образования. И вообще о дополнительном образовании. Востребовано ли оно на сегодняшний момент? Ну, Елена, я отвечу, что да, востребовано. Оно было востребовано и в советские времена, и в годы перестроек, и, конечно, в настоящее время, несмотря на кризис, родители понимают, что вкладывать в образование детей, это окупится потом сторицей, и это надо делать. Востребовано. Уделяется ли этому направлению должное внимание? Да, тоже могу сказать, что уделяется. В последние годы вышло достаточно немало документов, таких значимых, статусных, по системе дополнительного образования детей. В частности, я бы хотела отметить концепцию развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, которая была утверждена правительством Российской Федерации в сентябре 2014 года, и план мероприятий на 2015-2020 годы по развитию дополнительного образования в Российской Федерации. Немаловажный документ, который вышел уже в мае 2015 года, стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, в который сделан упор на ряд моментов, озвученных президентом Российской Федерации федеральному посланию в декабре 2014 года, а именно таких, как недопустимость свертывания системы учреждений дополнительного образования, необходимость перехода на нормативно-подушевое финансирование при реализации дополнительных общеразвивающих программ, общеобразовательных программ и ряд других важных моментов. И вот буквально 21 января было заседание правительства Российской Федерации под руководством Дмитрия Медведева, где также поднимались вопросы дополнительного образования. Поэтому с этой стороны внимания к дополнительному образованию, конечно, присутствует немалое. То есть, на ваш взгляд, не снижается доступность дополнительного образования или все-таки есть снижение? Ну, знаете, школы искусства города, они муниципальные учреждения, и мы работаем на основе муниципального задания, которое нам утверждает учредитель. И согласно муниципального задания мы берем, у нас есть определенная квота детей, количество детей, которые мы можем принять на бюджетной, то есть бесплатной основе. Здесь образование доступно, но те дети, которые по каким-либо причинам не попали в школу на бюджетное отделение, естественно, мы предлагаем родителям обучение этих детей на платной основе. В основном платную основу у нас составляют, конечно, это малыши. Вот в нашей школе мы берем от двух лет деток и до шести лет это платное образование, но родители оплачивают. То есть, относятся спокойно, да? Относятся спокойно, да. У нас хороший педагогический коллектив, мы информируем родителей о нашей деятельности постоянно и своевременно. Ну а родители отвечают нам своей открытостью, позитивностью, поддержкой и помощью. У нас такой хороший тандем, трио. Педагог, родитель, ученик. Татьяна Александровна, а как вы относитесь к такому обсуждаемому вопросу объединения архангельских школ искусств, гармонии и классики? Интересный вопрос. Да, не ущемляет ли вся та же доступность дополнительного образования, всю ту же доступность? Я бы сказала, наверное, так, что любая реорганизация, будь то слияние учреждений или их разделение, это, конечно, процесс болезненный. Но я придерживаюсь того мнения, что кто деньги платит, тот и музыку заказывает. Поэтому очень хорошо, что состоялась комиссия трехсторонняя, вот я видела по телевидению в новостях также, да, на которой присутствовали представители администрации города, представители школ, тоники и классики, и где каждая сторона могла высказать свою позицию, все за и против предстоящей реорганизации. Думаю, что все эти доводы будут услышаны, еще раз проанализированы. Но хочу сделать упор на тот момент, что я думаю, что учредитель, прежде чем проводить какие-то мероприятия по реорганизации учреждений, конечно, провел большую аналитическую работу. И вот тот аргумент, который был выставлен, а это 3,5 миллиона, которые будут высвобождены при сокращении административно-управленческого и хозяйственно-технического персонала, конечно, это очень мощный и веский аргумент в наше время, который позволит единой школе развиваться, который позволит пополнять библиотечный фонд, где-то обновить мебель и так далее, потому что финансирование, несмотря на должное образование к дополнительному образованию, документальное финансирование, конечно, оставляет желать лучшего. Я по натуре за более крупные учреждения, почему? Потому что там есть больше шансов для развития, больше шансов для открытия новых направлений видов деятельности и для совершенствования эффективности. Татьяна Александровна, спасибо. Я благодарю вас, но это еще не все. Сегодня ведь 25 января, день студента, Татьянин день. Я всей души поздравляю вас с семенинами. Желаю, конечно, удачи и процветания. Спасибо. Успеха в вашем деле. Я напомню, что у нас в гостях была Татьяна Александровна Сметанина, директор детской школы искусств номер 5 РАПСОДИЯ, заслуженный работник Российской Федерации.